Музыка Идея, у меня есть идея. Планета деревяшка будет, как деревянная пуговица, при счета космоса. А с капитаном гвоздем параллельно летел капитан игла. Угу. Это было два корабля, которые летели все время вместе, они были большие друзья, капитан гвоздик, капитан игла. А у капитана иглы сзади, когда он летел, там оставлялся след в виде нитки. А у гвоздя какой след? Ну. Там сзади все время призрак молотка. Да. Периодически, да там-то тут в туманности и исчезал. А сюжет дальше такой же примерно, как мы придумали раньше. Там, значит, они прилетели, привели себя в порядок и пошли навстречу с инопланетянами. А вот и наш дорогой друг Иван Владимирович. Здравствуйте, Иван Владимирович. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Вы пришли совершенно вовремя. Дело в том, что буквально минуту назад мы практически дописали последний эпизод в новом романе про капитана гвоздя, но становились на том, что он не умеет, оказывается, завязывать галстуки. У него встреча с президентом планеты... Деревянная пуговица. Деревянная пуговица. Что? Да. Проблема только в этом, да? Проблема только в этом, и роман будет закончен. Какая мелочь, но мы сейчас решим эту проблему. Вот я знаю, как шарфики завязываются, например, вот так вот, французские, по-моему. Но галстуки ведь так не носят, и инопланетяне нас не поймут. Ну, давайте я вам помогу в этой задаче, и помогу вам завязать галстук. Вашему капитану гвоздю. Так, пожалуйста. Ну. Лера, давай. Давай, мужчина. Удобно будет на геле? На геле? Ну, вот сейчас узнаем. Я вообще каждое утро завязываю галстук, потому что по вечерам я их развязываю. Они так дольше сохраняются, кстати. Да? Конечно. Галстук иначе испортится, если его не развязывали каждый вечер. Вот. Если вам удобнее на себе, вы можете на себе завязать. Я сейчас попробую сначала на геле. На сколько? На детях я еще не завязываю галстуки. И как называется такой галстук? У него есть свое название? Это одинарный узел. Я не точно название не скажу, но узел... Я одинарный, двойной у меня не получился. И на самом деле, я вначале не сказал про длину. А какова должна быть длина? Галстук должен накрывать, вот на взрослом мужчине, вот такой галстук должен накрывать, чуть-чуть накрывать пряжечку. Вот, то есть у меня практически правильно, или чуть-чуть накрывать, или вот... Ну, ни в коем случае не быть выше и не быть ниже. Иначе это будет некрасиво. Длинновато. А, кстати говоря, вот, между прочим, если длина, это, может быть, на какие-то вечеринки можно вот так... Да, конечно, не исключается. Веселая вечеринка. Я в одном фильме видел очень замечательный галстук, называется «Любовь с уведомлением». У главного героя галстук был такой широкий-широкий, и где-то вот, ну, очень низко висел, смотрелось очень смешно. А так, по большому счету, он должен быть и не вот такой... В 70-е годы, если не ошибаюсь, наоборот, были модно короткие галстуки, которые носились вот так вот, ну, с какой-то, да. Вот, и так носили. Потом, конечно, эта мода прошла, и вот, стало, как я говорю, чуть-чуть накрывать пряжечку. Чуть-чуть сделать... А можно показать, как-то медленно, я не знаю, еще раз? Да, на себе, вот я сейчас сниму, да, покажите на себе, да, пожалуйста. Свой дорогой галстук итальянский сниму. Еще раз хочу, кстати, сказать, что, чтобы галстуки дольше хранились, они протираются на местах узлов, каждый вечер настоящий мужчина должен галстук развязывать, расправлять и вешать на вешалочку, чтобы они вот свисали и выправлялись. Вот сейчас он уже немножко смелся, поскольку я его сегодня наносил, вот, а он за ночь должен расправиться. Можно, конечно, его аккуратно гладить. У меня здесь через тряпочку тоже? Да, да, конечно, через тряпочку. А какая должна быть тряпочка? Ну, вот, я пользуюсь марлей. Вот, можно с помощью марли влажной и проглаживаться с помощью, или с помощью пара проглаживаться галстук. И каждое утро, я начинаю с того, что, настраивая себя на работу, в нашем издательстве я завязываю галстук. Это очень такой, даже целый ритуал, который позволяет тут настроиться на рабочий лад. Поскольку у меня галстуки примерно одной длины, но иногда приходится несколько раз попробовать завязать галстук, потому что галстуки бывают разной длины, и не всегда сразу получается. Вот, я в данном случае с швом наружу беру галстук. Так, завязываем еще раз. Капитан Гвоздь с третьей попытки пытался завязать галстук. Это было сложно сделать, потому что марсиане в галстук подмешали какого-то марсианского снадобия. Галстук был скользкий. Это были марсиане, противники встречи с землян, с марсианами. Ну, тут еще, видимо, его когда-то учили тоже не с первой попытки, и он так и научился надевать галстук с третьей попытки. Галстук с третьей попытки. Конечно. Да, это стало у него традицией. Да, традицией. Каждое утро он троекратным отмечал надевание галстука. Ну, да, галстук с первой попытки, это как-то немножко даже не критично. Банально. Банально. Даже банально, да, действительно. Вот, ну, у меня получилось завязать галстук. А потом вы выворачиваете... А потом... Нет, потом я... Воротник у меня был поднят. Воротник я об этом не сказал. Я же его одевал на поднятый воротник. Потом я опускаю воротник. А скажите, Иван Вадимович, вот то, что галстук здесь наизнаку... А этого же никто не видит. То есть он так и должен быть, да? Да, это здесь позволяется, потому что как раз здесь толмение наизнанку. И здесь тоже шов, они швом на шов смотрят. Понятно. Вот, и это совершенно не мешает ни галстуку, ни окружающим. Воротник закрывает этот шов. Я аккуратно опускаю в воротник. Поправляю пиджак, разумеется, потому что пиджак во время этих манипуляций все ехал. Вот, и здесь бывают зачастую вот такие петельки, в которые можно галстук продеть, чтобы он не болтался. Это тоже элемент стиля. И считается нормальным, если галстук не болтается, вот так продет. Еще что очень важно в одежде космонавта? Какие элементы? Пятый элемент это галстук. И еще, я думаю, что очень важно иметь хорошо и правильно завязанные шнурки. Да, действительно, шнурки это очень важно. Мы можем вспомнить знаменитую хронику, когда наш первый космонавт Земли Юрий Гагарин шел на доклад о своем успешном полете. В общем, у него развязался шнурок, и все с замиранием сердца смотрели, упадет он или нет. А упасть можно было очень легко. Сейчас мы вам на примере покажем, чем так опасны развязанные шнурки и как о них можно споткнуться. Вот когда человек имеет незавязанные шнурки и делает первый шаг вперед, делаем первый шаг вперед, поставим ногу, шнурок вылетает чуть вперед. Может вылететь, может и не вылететь, но именно это неожиданность и приводит к тому, что человек неожиданно падает. Шнурок сюда вылетает, и следующим шагом человек наступает на этот шнурок. Наступи прямо на шнурок и пытаешься пойти дальше. Куда же ты падаешь? Вот этим опасно не завязывать шнурки. А сейчас давайте мы с вами покажем, как шнурки нужно завязывать, чтобы это было хорошо, крепко, надежно и красиво. Я знаю несколько способов. Вы, надеюсь, тоже. Ну давайте, вы завязываете левый ботинок, а я правый. Давайте. И посмотрим, как он будет. Ну и хотел сказать, поскольку я в костюме, и чтобы костюм беречь всем мужчинам и будущим мужчинам, я рекомендую перед тем, как садиться, коленки чуть-чуть подтягивать. Это делается вот таким движением. И вот сейчас мы будем завязывать шнурки, я потянул свои штанины и сел. Тем самым я сберегу свои штаны от растягивания. Вот это называется полуузел или как? Полуузел. Половинка сначала, просто связали, просто сначала связали. А потом, меня учили вот так, это просто бантик. И он легко развязывается. Да. То есть хорошо завязаный узел, это тот, который потом легко развязывается. Вот так сложить пополам. Можно делать еще вот так, вот вторую половинку сложить, а потом их между собой вот так вот связать. Это тоже самое, получается ли нет, вот я никак понять не могу. Ну практически то же самое. Причем там может быть один бантик, а может быть два. Да. Конечно, я учу. Вот так вот. Ну, я собственно тоже владею этой же восточной техникой завязывания кроссовок. И завязываю таким же образом шнурки. Я делаю вот так сначала, один узел. Слегка затянул, ну разумеется, чтобы ногу не затягивать. Делаю одну петельку. И вот здесь возможны варианты. Можно, как нам показал Яков, сделать две петельки, а можно одной петелькой протянуть и одной петелькой затянуть. И получится с одним бантиком. Это используется, когда шнурки короткие. У нас шнурки достаточно длинные, поэтому используются два бантика, так называемых. И тогда шнурки делаются с отсчет этих бантиков короче. Я сталкивался с тем, что на коньках шнурки могут быть вообще очень длинными. Тогда там используется еще более сложная техника, когда шнурки обвязываются вокруг ноги и завязываются уже вот так. Но здесь нам не хватит шнурка. Таким образом, ну это на коньках. А я знаю еще методику, как завязывать шнурки, когда один шнурок нормальный, целый, полный, а второй порвался. Вот, например, вот такой вот коротенький. Да, я не знаю. Это тоже морское узел. Вот так вот, обратите внимание, перекидывается. Морское, видите? Потом мы сюда можем вставить самый коротенький хвостик. Вот отсюда. И его вот так вот затянуть. Я попадал в экстремальную ситуацию перед переговорами. Легко вытаскивается. Шнурок рвется, а мне надо выглядеть красиво, и я теперь буду пользоваться. Я покажу еще раз. Вот так. Перекидывается вот сюда. Видите? Складывается, и получается петля. Вот сюда вот палец затянуть. Он потом отсюда не выйдет. Ну, вот так вот так вытаскивается. Ну, и самое главное, о чем я вас хочу предупредить, что ни в коем случае нельзя завязывать шнурки между двумя ботинками. Тогда вы точно не сможете никуда пойти. Вы грохнетесь на первом же или почти на втором шаге. Субтитры подогнал «Симон» Я вот в интернете вычитал, что есть люди, которые увлекаются завязыванием шнурков. Вот у тебя вот видишь, как они переплетены здесь? Они знают несколько сотен способов, как вот переплетать, соревновываются, у кого она красивее, у кого там быстрее и ловчее, и вообще по всему. Вот шнурки. Ну, шнурки. Люди находят в жизни много приключений. Самый простой способ. Казалось бы, простые шнурки, а сколько разнообразия? Мы видим много чудес, дорогие друзья, еще больше во Вселенной. Поэтому мы построим космический корабль и полетим на планету Марс. А наш дорогой издатель об этом издаст. Ну, я надеюсь, теперь вы напишете свою книгу в срок и порадуете наших читателей. Спасибо вам за помощь. Договорились. Вы настоящий друг. Спасибо.